Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Татьяна Черемкина. В студии директор Республиканского центра развития дополнительного образования и детского движения Мария Петровна Петрова. Здравствуйте, Мария Петровна. Известно, что к столетию Якутской ССР, соответственно, к 2022 году есть идея воплощения в реальность в Якутии создания детского техногородка. Очень интересная такая идея, очень амбициозная, очень масштабная. Скажите, пожалуйста, какова концепция вот этого техногородка и что сейчас делается, какие мероприятия проводятся? Эта идея была заявлена почти два года назад, инициирована была Якутским региональным отделением Матери России. И дети на елке главы республики тоже озвучили эту идею уже в виде таких концептуальных, скажем, положений, что они хотят видеть. И глава республики тогда же дал поручение, что разработайте эту идею и посмотрим, что получится. И получается, что мы полтора года разрабатывали этот проект, и хорошо, что здесь совпало с тем, что школа закрытого типа, которая базировалась в селе Хатасы, она у нас сейчас уже, по сути, ликвидирована, и на этой базе будет разворачиваться данный техногородок. Например, вот наш центр, являясь республиканским центром, координирующим деятельность и по воспитательной работе в целом, и по дополнительному образованию, проводятся у нас конкурсные мероприятия для детей. Это больше 50 мероприятий в год с охватом больше 15 тысяч детей. И все время у нас стоит вопрос, например, где проводить эти мероприятия. Конечно, можно на действующих площадках города Якутска и муниципалитетов, но время не стоит на месте. И сейчас дети сами говорят нам, и педагоги говорят, что пора бы уже вам как-то делать это более оседло, более качественно, с лучшими условиями. Например, с 1963 года этот центр существует, то есть в следующем году уже юбилей. И, конечно, единственное такое республиканское ресурсное учреждение дополнительного образования, уже назрел вопрос того, чтобы у него была такая база, база учреждения, которые реализуют государственную политику в области воспитания, в области развития детей. И 12, можно сказать, даже 13 гектаров. По сути, это город Якутск, совсем недалеко, 12 километров. И, как вот москвичи, например, смотрели и говорят, ну, по сути, это вообще по московским понятиям в центре находится. Это нам кажется, что вот далеко ехать. На самом деле, 15 минут езды и уже, по сути, в экологически чистой зоне, на раздолье, где дети могли бы заниматься различными видами и творчества, и спорта, и каких-то интересных видов досуга. Ну, вот, например, мы сами тоже все родители и видим, что, когда вот с детьми хотим куда-то пойти, то, по сути, ну, в театр каждый раз пойти тоже как-то бывает не совсем интересно ребенку. Хочется что-то такое, где ребенок активно мог бы себя проявить, и при этом это дало бы импульс его интересам, развитиям. Ну, например, у нас есть много развлекательных центров, у нас есть вот тот же парк культуры отдыха, где куча всевозможных аттракционов, но это все не дает пищи для ума и души. Это просто развлекаловка. Поэтому вот дети как раз-таки и говорят, и матери говорят, что нужно такое учреждение, чтобы оно вот там все это в себе воплощало. И мы видим, что вот эту идею можем воплотить вот на эти как раз 12 гектаров. Надо сказать, что с прошлого года республика участвует в федеральном эксперименте по персонифицированному финансированию дополнительного образования. И благодаря этой федеральной субсидии были закуплены уже оборудования по инновационным видам технического творчества. И вот сейчас мы уже открываем такие кружки, как дополненная виртуальная реальность, нейропилотирование, 3D-прототипирование, ну, дробототехника сейчас хорошо развивается у нас в республике. Помимо этого мы ставим вопрос и ведем сейчас работу с деятелями кино по развитию детского кинотворчества и вообще создание детского контента в кино, в киноиндустрии. Особенно это актуально именно в плане сахоязычного контента, потому что сейчас вот, опять же, я заблюдаю за своим ребенком, но совершенно нет этого контента в интернете, например. А хочется, чтобы он был более доступным. Вот. И медиа-журналистика, к примеру, тоже это очень актуально. И, в принципе, вот эти навыки, умение изложить мысли, умение представить интересно чей-то проект, чью-то работу, это всегда пригодится в жизни. Далее, очень актуально патриотическое воспитание детей. И здесь это, в общем-то, госзаказ, потому что, конечно, каждое государство хочет, чтобы жители, граждане были такими и в правом отношении подкованными, и осознающими свое поведение, и желающими внести свой вклад в развитие малой Родины, России. И мы видим, что у нас сейчас нет ни одной площадки, которая соответствовала бы уровню всероссийских мероприятий по военно-патриотическому воспитанию. Ни одного полигона, ни одной военно-спортивной площадки. И вот в этом техногородке как раз предполагается и это тоже осуществить. Да, то есть дети, попадая в этот техногородок, они смогут попробовать себя в разных ипостасях. И как юные патриоты, и как юные спортсмены, и юные технари, и вообще виды творчества различные попробовать. Поэтому еще одно очень важное направление для нас – это преемственность и развитие детского творчества именно в традиционном смысле. То есть у нас есть уникальные ремесла, уникальные мастера, например, по кузнечному делу, декоративно-прикладному, керамики. И вот это все тоже будет там представлено. Тоже у нас, опять же, имеется определенный задел в этом направлении. И я думаю, что в ближайшие годы этот вопрос тоже будет у нас решен. И таким образом ребенок сможет через себя все это пронести. И что вот интересно, я думаю, будет интересно для многих семей, мы сейчас готовим именно семейные формы. – Семейные клубы, да? – Да. То есть, как вот сейчас обычно бывает, родители приводят ребенка на кружок и сами остаются за дверью. И даже не представляют, что там ребенок делает. И зачастую он не может ничем и помочь, и как-то поучаствовать. А как вот говорят психологи, было подсчитано, что в среднем ежедневно родитель тратит на общение, вот непосредственно общение с ребенком, как бы с глазом на глаз, всего лишь 14 минут в день. Это крайне мало. А вот через такие формы полезного досуга, я думаю, что это будет очень продуктивно, именно в укреплении семейных связей. – Мария Петровна, действительно очень интересный проект. Вот пять лет на его осуществление. Скажите, пожалуйста, а вот кадровый вопрос, как вы решаете, кто будет работать с детьми? И второй вопрос сразу тут же, да? Наверное, вы планируете как-то взаимодействовать с технопарком, с более старшими товарищами? – Да, без сомнения. Технопарк Якутия уже выразил готовность сотрудничества, поддержки. Но мы, например, сейчас уже совместными усилиями министерств, ведомств, университета и технопарк Якутия проводим конкурс «Моя профессия IT», к примеру. То есть вот с этого мы начинаем, и дальше мы это будем наращивать. Что касается педагогов, то у нас уже прошли повышение квалификации в ведущих центрах в Москве, в Казани, например, по интернету вещей, по 3D, по дополненной реальности. – То есть вы уже готовите специалисты. – Да, да. И вот сейчас в рамках формата системы детских технопарков по России «Кванториум» наши педагоги тоже должны пройти образовательные сессии в Москве. Вот «Кванториум» – это такая интересная тоже система, которая нам позволит подняться на определенную высоту. Поставлена задача, чтобы в каждом регионе открылся детский технопарк. И вот детский технопарк, по сути, это и будет одна из частей детского технопарка в нашей республике. И мы видим, что вот эта такая вот общероссийская система, она позволит нам поднять высоко эти стандарты, то есть новую модель дополнительного образования сформировать. И здесь, я думаю, будет для нас также и полезно, что очень важно и для педагогов, и для детей осознавать себя частью какого-то очень активного и передового сообщества. И вот эта система, она как раз это позволит нам сделать. – Да, Мария Петровна, а еще же стоит задача предоставить равные возможности для воплощения всех творческих способностей для развития детей из всех районов нашей республики. Как предполагается решить эту задачу? – Я думаю, что это очень реально в плане встраивания в организацию отдыха и оздоровления детей. То есть круглогодично мы видим эти заезды детей для северных улсов в первую очередь, где они, допустим, сначала могли бы пройти такой ознакомительный уровень, затем уже в следующий раз они точечно углубляют свои знания именно по той области, которая им понравилась и в которой у них что-то получается, например. Потом задача вот этого детского техногородка еще такая, что дети должны попробовать себя в такой созидающей роли сочетание инновационных технологий и сохранение природы севера, традиционных технологий. То есть мы здесь видим, что дети должны создавать проекты, направленные на, допустим, развитие сельского хозяйства, экономики республики, новых отраслей. Вот недаром же глава республики Егор Фанасьевич Борисов в своем послании отметил, что нужно развивать новые отрасли. Ну, в первую очередь, это IT-отрасль. Вот сейчас уже эксперты говорят о том, что по объему экспорта из России, объем софта, то есть IT-продукции уже на втором месте после сырьевой экономики. И здесь мы тоже видим перспективы для наших детей. У нас для этого есть все предпосылки. Есть и научно-педагогические кадры, есть у нас и высокоскоростной интернет, и есть успешные примеры такого бизнеса. Ну, недалеко ходить не будем, Майтона, Синет, к примеру. Мария Петровна, а каждый ребенок может стать, как Вы будете их называть, резидентом тоже технопарка, детям? Да, то есть здесь нет речи о том, что как-то отбирать по способностям или еще как-то. То есть это для всех детей. И отличие нас от других учреждений республиканского уровня именно в этом обеспечении массовости и доступности. И это, я думаю, что детский техногородок должен стать площадкой активных форм профориентации. Спасибо. Я благодарю Вас за это интервью, Мария Петровна. Еще раз напомню, что гостем в студии была директор Республиканского центра развития дополнительного образования и детского движения Республики Саха-Якутия Мария Петровна Петрова. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова